друзья но перед просмотром данного видео я рекомендую перейти по ссылке в описании подписаться на канал с очень интересным названием помор этот канал представляет из себя по сути такой мини блок дальнобойщика парень работает на своей собственной машине как я понимаю на газель и в общем то рассказывает о том можно ли вообще на этой машине заработать что происходит в дороге что случается в дороге и также показывают ремонты ну потому что все-таки это автомобиль это железо и она к сожалению иногда бывает тоже ломается в общем ребят я прям реально вам настоятельно рекомендую перейти по ссылке в описании подписаться на этот канал поддержать парня задать ему стимул развиваться и работать дальше в этом направлении потому что согласитесь смотреть про технику всегда интересно общем ребята канал помор ссылка в описании переходим подписываемся и передаем привет от нашего канала ребята здрасте с вами алексей добро пожаловать на новенькое видео по игре евротрак симулятор 2 друзья это будет у нас получается уже вторая серия такого неофициального сериала под названием евро тура в общем то кто не знает вообще что это такое в прошлом ролике я анонсировал до такой вот мини путешествие по странам европы потому что россию мы с вами уже в принципе вдоль поперек обкатали у нас и казахстан уже был и вроде бы мы по странам там скандинавии проехались то есть принципе у нас неизведанно осталось только территория и так что территории европы и так уж совпало что как раз таки вот на 137 вышел промоц вы все прекрасно знаете что такое промоц это просто огромнейшая карта огромнейшее количество территорий новых добавляется новых городов то есть ну прям карта действительно достойна внимания и в общем то я вам предложил такую идейку а почему будут на роликах таких да не покататься по европе не посмотреть как там люди живут как там обустроена дорожная сетка ночи в целом просто схватить такого разнообразия назовем это так и в общем то рида ребят вы меня поддержали я прям вообще ребят прям правда от души и сегодня мы ребята с вами поедем по румынии решил я сверху еще прикрутить карту роек стенд это называется на кстати добавляют украину но как пишут ребята которые на этой карте играют украина как без и сделан так посредством потому что все таки автор из румынии и он как бы больше ее на такой европейский манер что ли сделал да то есть ну в принципе я думаю дальше мы на на по европе прокатимся почему по европе по украине что-то я уж совсем так это говорю короче вы меня поняли ребят короче через нас будет по украине если что пишите в комментариях территория здесь большая я не знаю откуда куда тут ехать честно признаться то есть я там вообще не ориентируясь тут смотри тут есть киев житомир харьков тут есть кривой рог есть чернобыль там даже где-то я видел то есть да а можно кстати в чернобыль проехаться в принципе короче ребята если что комментарии открыты пишите прокатимся посмотрим но сегодня мы сами поедем из города тыргу муреш в город под названием фо сани я не знаю ребят как он правильно называется по-русски ну здесь просто-напросто не написано поэтому как бы я и на не смогу прочитать этот как бы именно тот город который добавляется непосредственно этим дополнением ехать нам с вами сколько я чуть не посмотрел 307 километров ну блин я думаю в принципе здесь мы это расстояние пройдено достаточно легко повезем с вами 23 тонны моторного масла такая вот история будет у нас ман сегодня по прежнему евро шестое 480 л.с прицеп лидер транс ну ребята не знаю насколько это все там правдоподобно и реалистично если что в комментариях пишите если вы хотите поменять автомобиль без проблем итак запускаемся алиса у нас уже настроена на дальнюю дорогу назовем это так включаем передачки в принципе потихонечку на на будем отправляться у нас такой прошлый рейс был тоже достаточно интересный можете посмотреть на него если вдруг вы не видели еще до этот вид этот видеоролик этот видеоматериал ни хрена какие слова вспомнил то пожалуйста ссылочки все в описании все это есть без проблем все мне надо его все прорываю сделать плейлисты с этими рейсами по евротраку ну блин их столько было что это капец вообще просто и я не знаю сколько времени надо на это все потратить но я ребят обещаю что когда-нибудь этот плейлист я соберу где все будут собраны ролики по етс вот именно с рейсами и чтобы просто все они были в одном плейлисте не знаю зачем это но может быть мало ли кому-то будет удобно у кого-то там ностальгия на будет либо кто-то куда-то там будет ехать либо чем-то дома заниматься так просто на фоне включат и не будет эти ролики пересматривать так но мы выезжаем время у нас 5 утра на местное время у нас рассвет такой замечательный за горизонтом солнышко встает природа просыпается здесь у нас закуточек такой тут машин прям совсем-совсем у нас нет но она нам даже и на руку спокойненько себе будем ехать никто под колесами не швыдит поэтому как бы все нормально румынская такая деревушка спит пока что еще готовимся выполнить право поворот хорошо спасибо тебе огромное алиса что ты дублируешь мои слова и не там уже пошел трафик но здесь по всей видимости такая глухая дорога исключительно она идет на фирму то и поэтому как бы да никого нету выезжаем прицеп у нас конечно длинный 16 метровый блин нужно быть немножко аккуратным аккуратненько все поехали сбыт кучи у нас поворотов за воротов надо быть аккуратными вдвойне так там как я понимаю налево надо будет там повернуть да налево нам надо будет там повернуть хорошо также дышку переезжаем ходим на меру она красный поехал вообще похеру чел красавчик чем-то напоминает опять же вот какие-то не знаю русские российские города но реально похоже от архитектуру здания дома то есть ну как его как будто никуда и не уезжал очень прям действительно все похоже не в сто процентах случаев конечно но это было бы глупо но блин похоже 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 местами да типа якобы мерседес поехал мы спокойненько поворачиваем налево чуть добавляем чтобы бордюр не цеплять и спокойненько едем улицы широкие напряга никакого нет вообще без проблем нам здесь выезжаем так нам направо там надо были хорошо спасибо огромное не успеваем ничего страшного никуда не торопимся нас времени вагон поэтому как бы нам особо спешить некуда так вот единственное что вот не в европе сразу уже говорю не нравится вот я уже привык ну и соответственно в реальной жизни да на дорогах светофор от когда-то останавливаешься на светофоре как правило на противоположной стороне перекрестка светофор дублируется то есть который у тебя стоит допустим здесь там справа слева не важно здесь к сожалению такого нет а поэтому приходится вот так вот в окошке смотреть либо уж очень прям заблаговременно останавливаться так у нас тут улица узкая через встречку повернем что колеса не рвать на прицепе бордюра и то есть как-то ну блин не то все равно не тот то есть уже как-то привык что смотришь машинально вперед и а там нет ничего и то есть а блин точно ты же не здесь находишься ты же не дома ты же в другом месте поэтому как-то что-то немножко напряжено это все дело лично прошли ну да все спят еще никто не работает все отдыхают все фирмочки спят все конторки спят гаражах никого нет 5 утра в принципе уже вставать пора данным давно вот что-то как-то все не так этот район почему-то мне еще что из дейза напоминает особенно вот эта стройка знаю почему там панельки вообще как наши выглядят так здесь направо уходим хорошо но я так выехал уже конечно блин это уже ехать надо да уже вариантов нет никого кто там ко мне не притрется лично торговый центр или какой то есть то есть несмотря на то что городок так как бы в принципе так смотришь но небольшой не наступну так по крайней мере да как бы не знал я вообще до этого про этот город ничего он такой прям крупный огромный торговые центры большие есть многоэтажки и частный сектор через него пожалуйста проехали то есть в пригороде он находится здорово интересно посмотреть как они и берию сделают новостей ждать пока что тому дате выхода явно не стоит это все таки будет уже на концу года как они говорили что не будут они выпускать по два дополнения на территорию для и тс в год для american трака так и вижу что у нас там сужение идет еще пустите меня всего большое так мы в какой-то город заехали только блин разогнался тут же надо уже тормозить чем надо до полной ой там впереди как шутки перевала у нас в дефолте я такого не припомню но в дефолте имеется ввиду в дел сишном вот этом дел сишной территории что-то такого там не припомню но в принципе мы едем по той дороге который там наверно изначально и не было потому что все равно я реально этого не помню я вроде искатал я дорогу черному морю таких мест еще ты не помню не припомню вот в этом как бы и самое прекрасное вот этих вот дополнений то есть ну конечно надо искатать сначала всю территорию да то есть посмотреть все чтобы у тебя все дороги были желтые потом уже мод накатываешь и на контрасте сравниваешь ну я лично так это для себя вижу то есть конечно да ты можешь купить дополнение сразу же туда это все воткнуть где будет казаться вау как круто все дополнение круто сделали но ощущение будет все равно не те я все-таки больше склоняюсь потому что сначала надо пройти сток дефолт как она есть изначально разработчиками преподнесенная а потом уже сверху накидывать какой-нибудь мод который эту территорию каким-либо образом улучшает то есть допустим сьерра невада да вот это вот дополнение для тс были не очень сильно кайфую но что-то кстати его убрали со скачки на сайте странно то есть видимо какое-то ограниченное время у них было что он был доступен для бесплатного пользователя что лет не знаю куда-то она короче делать если кто ребят знает чем прикол напишите в комментариях а то я сейчас серию запишу на нем ссылку в описании оставлю а там ничего нету вы потом будете на меня говорить что я хрень какую-то вам посоветовал перевальчики перевальчиком то это и не назвать то на самом деле так стояночка пожалуйста есть можно притулить постоять немножко потупить тут тоже прям такая стояночка на манер американских трак стопов спешить никуда не будем здесь спешить нельзя в этих местах ну такой нормально в принципе дорогу я бы не сказал что она как-то ярко выделяется на фоне того что это мод они делся официально потихонечку идем себе спокойненько все красиво качественно классно так тут надо немножко притормозить резкий поворот здесь достаточно правее прижимаемся что мало ли вдруг там за на встречке с фурой идет длинный мог хотя бы чисто психологический запас иметь то что на встречку он может там чуть-чуть завернуть отлично перевалом это не назвать это так просто такая местность горная небольшая то есть ну те перевалы которые я преодолевал в америке и те при перевала которые я преодолевал на югах здесь в евро траки то есть но это так вообще на самом деле просто размяться просто блин и съехал и съехал то есть даже вообще не заметил можно сказать машина тем более позволяет по таким местам кататься так что в принципе окей дымка у нас такая утренняя появилась туманы туманы здесь где-то что-то еще и горит что дым так стелется ратно по линеечке все уворачиваем отлично так ну ты там если чё можешь обгонять хотя лучше не обгоняй потому что на его нахрен надо с такие повороты что не на территории интересно вот по моему не было ее в dlc этой дороге по моему ее не было но если у меня город вот этот изведан из которого мы с поехали значит он был в территории этого дополнения по моему он там реально полно вот этой дороге не было я бы запомнил я не хоть памяти дырявая как сито но все равно как бы это я бы запомнил по-любому а так вот смотришь на россия россия серьезно то есть я все с россией сравниваю да вот особенно летом блин ну реально один в один дорогу бы чуть-чуть повыше только поднять и все нас такое сделать прям вообще один в один в гору прям чувствуется машина еле-еле тянет газ в палатку вы понимали ощущается только опять же повторюсь потому что машина не тянет визуально вообще не замечаешь нет это территория мода уже ребята смотрите как красиво какой классный поселок здесь обалдеть вообще мило так на самом деле я тут жил даже и машину здесь не надо ну хотя как надо в крупной какой-то городе все своей природы со своими деревьями все в гору с вами прям и надеюсь там когда-нибудь надо будет спускаться там сзади за мной уже капец какая вереница ребята извините русский водитель по незнакомым местам едет исследует европу одни и те же города на указателях указываются уже в третий или четвертый раз обгон запрещен мы не собирались что мне погода не нравится тучки какие-то на улице 20 градусов сзади там вообще трындец полный черным черно все как бы нам дождь не попасть все мы до сих пор в гору поднимаемся и в шоке сколько же здесь наверное чистый воздух горный хотя это не не горы как бы не сказать что это горы просто на возвышенности где-то что-то находится все равно какие-то хребты присутствуют так по солярке у нас все хорошо брашев называется город я не думаю что в румынии есть мы и зрители но все равно если ребята вы присутствуете всем огромный привет спасибо что смотрите гараж тут умеется хорошо отлично так ну и сейчас у нас начинается самое скучное что может быть мы с вами выходим на магистраль это наверно реально самая скучная что вот вообще только может предоставить эта игра то есть и что в америке что в европе я как-то ну стараюсь избегать от этих конечно мест хочется где-то по таким прям совсем совсем глухим местам проехать чтобы на природу хотя бы полюбоваться посмотреть да и просто-напросто там спокойно трасса она скучная ну реально скучно все одинаковое вокруг отбойники разметка асфальт все редко то так что-то увидишь так здесь у нас полосы разгона толком нет но дорога пустая поэтому мы смело выбираемся но зато есть один плюс здесь можно ехать 85 то есть это как бы да окей но ехать мы 85 будем недолго потому что у нас там уже сворачивать надо будет давайте-ка ману нашему поможем на передачку вниз его скинем бедолагу вот нахера ты переключаешь на десятую я понимаю что ты потянешь конечно да но расход то топлива капец ты просто посмотри сколько ты жрешь тебе не стыдно 60 литров жрать на 100 километров ты что товарищ так здесь мы берем проборуч такая интересная развязочка квадратная впервые такую вижу так и здесь не надо будет налево уходить бокал на кудьба шауны что-то в этом роде при надо учить вот эти вот все буквы чтобы потом идиотам не казаться но но как бы можно понять то есть это для меня новые какие-то странные новые языки поэтому как бы я это и не стыжусь говорить о том что я что-то не знаю что-то не понимаю если я где-то в чем-то не разбираюсь я не пытаюсь там строить из себя умника я как сразу говорю что да здесь его не разбираюсь кто шарит напишите в комментариях как это все правильно читается произносится то есть и спасибо вам огромное за то что вы это делаете учите меня я где-то какие-то может быть вам тоже интересные вещи иногда рассказываю я надеюсь полезные ну вид то какой впереди а вот не было бы туч было бы вообще по кайфу сзади такая красота время 822 так у нас сужение перестраиваемся в любую полосу никого нет вообще шикарно просто шикарно ползем себе потихоньку там ремонтики какие-то впереди по цветофор я надеюсь какие-то странные румынские водители и конечно понимаю то что у скорость соблюдаете там знак 30 на такой же степени скорости надо соблюдать так сколько нам осталось ехать нам осталось ехать 116 километров то есть ну вот прям люблю я ездить по новым территориям только по еще не только по каким-то причинам то что это там новая территория или еще что-то в этом роде но во первых потому что расстояние там 300 400 500 она преодолевается быстро то есть тебе потому что интересно это что-то нового смотришь что-то новое узнаешь то есть ты не замечаешь как проезжаешь эти километры это круто поля такие у них тут они тут смотрю занимаются сельхоз хозяйствами всяческими так нам здесь направо надо будет поворачивать хорошо лис спасибо большое так вот он наш город но светофорчик окей хера он тут нужен правда этот светофор я не понимаю но видимо видимо он тут нужен все свернули мы на эту деревню тут пошли елочки красота ну тут видно что уже такой горный массив какой-то горный поселок мы по всей видимости сами валим а так если глаза закрыть открыть разметку визуально поменять на желтую Америка реально похоже что-то где-то в Вашингтоне примерно похожее есть те же самые горы пожалуйста березки стоят вот пожалуйста частый сектор все четенько все аккуратненько почему корова стоит вот это по нашему самое главное чтоб корова была когда тогда будем жить реально на Америку похоже загранка у нас 70 давайте так же мы если что 65 даже наверное поедем не будем спешить никуда и что вот смотрю кстати интересно отбойники у них не бело-черные как у нас а белокрасные и столбы смотрите на сколько на добрые метра под полтора наверно два покрашены желтым цветом скорее всего это какая-то светоотражайка которая в ночи обозначает столбы вот опять же такие детали замечаешь стояночка здесь такая интересненькая с заправочкой пожалуйста можно заехать заправка широкая вообще кайф заехал спокойненько встал заправился и попер дальше клево и она здесь как белая ворона смотрю не то что в плане того что белый ман а вообще как-то типа ну фирма то насколько я знаю лидер транс по Европе то не ездит и как бы немножко рушится у нас суть рп ну скин можно поменять ребят машина у нас белая она у нас и так не замаркированная поэтому как бы окей а прицеп можно поменять всегда так что если вас это как-то напрягает напишите в комментариях я заменю вообще нефиг делать ну прикиньте когда вот эту дорогу строили вот эту скалу да ровно же надо было срезать это же обалдеть какой труд здесь я на ногу перейду потому что круиз сейчас у нас будет тушить в этих местах конкретно причем он не будет ехать так как я хочу держи передачу не вздумай переключать красавчик прям вот только подумал про седьмую он бах на седьмую скинулся молодец там впереди какой-то тихо ход идет сейчас он нас потушит у нас еще 23 тонны поэтому мне нельзя зависать на этих подъемах хоть и условия идеальные ни дождя ничего нет хорошая дорога мощная машина но мне садиться нельзя молодец 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 держит передачу переключился красавчик просто хорошая машина не зря она мне нравится прям вот я с мана вообще балдею я надеюсь что в скором времени и сделают уже вот этот новый ман на двадцатого года насколько я знаю внешка то вроде уже есть у кого-то там а салона вот нет ну надеюсь кто-нибудь родит его в скором времени еще жду исправления актроса МП5 ну вроде как там турки на канале там на своем там они выкладывают видеоролики с мерседесом этим и там в комментариях пишут просят точнее людей написать в комментариях как бы что бы вы там хотели подправить исправить там для новой версии ну вот я видел там ребята про навигатор писали чтобы его немножечко поправить но вот он реально там какой-то несуразный широкий какой-то вообще просто что это писали вы мне тоже кстати в комментариях что типа надо на турецкий язык группа менять и тогда будет работать спидометр ни хрена не работает ребят пробовал менять и на турецкий и на любые другие языки не работает надеюсь они это все исправят поправят но кстати пока я не замечал еще ни одного мода на дашборд этот мерседесовский то есть видимо это реально сложно сделать я думаю что почему-то это все очень легко делается наоборот то есть как бы когда в свое время мод это я делал там не было такого там что ну вольво ну вольво ладно хрен с ним от вольво прописали этот бортовик и все и он работает то есть как-то вот с этой всей тематикой с бортовиками с анимациями у меня отношения только на вы сложились на самом деле как-то более-менее что-то с моделью могу сделать что-то прописать там что-то поменять что-то под себя поднастроить как-то более-менее сделать да это я могу анимации. Ай, вообще это темный лес для меня. Блин, какая красота, ты посмотри. А, несмотря на то, что грозовые прям реально такие облака висят над нами. Очень красиво здесь. Очень красиво. Так, здесь еще походу ремонт дороги они решили устроить. Срезали какой-то кусок полотна. Ну, мы, кстати, подъезжаем уже к городу. Куча валунов всяческих. Наверное, сюда это все свозили, когда дорогу прокладывали. Очень много заправок. Сделано классно. То есть, вот если так рассуждать про Roy Extended, мне нравится, как это сделано. Ну, плюс ко всему, это, конечно, еще бесплатная версия. Она бесплатная сейчас там 2.3, а платная 2.6. Но вот я не знаю, в чем отличие платной от бесплатной. Ну, наверное, все-таки в отличие не только в номере версии. Наверное, может быть, там какие-то города еще новые добавленные, скорее всего. Но стоит она что-то там в районе 2 евро, по-моему. Наверное, я, ребят, куплю для следующего ролика. А хотя смысл... А, ну мы же в Украину поедем, а Украина как раз-таки входит в Roy Extended. Мало ли, вдруг там версии 2.6, что-то поменяно и что-то новое. Думаю, наверное, да, я приобрету. И следующий рейсик, ребятки, по украинке мы, наверное, самим долбанем. Может, на Чернобыль съездим? Посмотрим. Так, здесь нам направо, в центр. О, Лукойл! Ни хрена себе! А вы что тут забыли? Вот это прикол. Я даже подумать бы не мог, что в Румынии есть Лукойл. Прикольно. Так, ни хрена в этот навигатор не видно. Маленький, мановский. Вообще придется нам масштаб делать. Городочек такой, знаете, прям узенький-узенький. Ну, интересно. Там длинная, конечно, что-то даже уже так на опыте, знаешь, такой еду. Ага, вообще насрать. Проехал, я знаю, что я проеду. Я как бы не сомневаюсь, что я не проеду. Так, ну и здесь мы поворачиваем направо. Не знаю, что это за контора, корен какая-то, экспедишн. На кое хрен им 23 тонны моторного масла в бочках? Ну, видимо, такой заказ. Что уж поделаешь. Хотя, смотри, они машины здесь выпускают. То есть, скорее всего, это какая-то автомобильная фирма небольшая. И они тут, походу, занимаются перевозкой тачек. Интересно, интересно. И, возможно, какие-то запчасти они здесь возят. Либо это какие-то ремонтированные автомобили. Короче, ребята, мне понравилась Румыния. Прямо реально круто. Хочется посмотреть, все-таки, конечно, как там у нас будет Украина, сделано в следующем видео. Но, если что, ребята, пишите в комментариях, из какого в какой город вы бы хотели увидеть поездку. То есть, опять же, опираясь на ту карту, которая есть вот здесь. То есть, возможно, каких-то поселков нет. Но, опять же, повторюсь, я, наверное, поставлю версию еще 2.6. Но я не думаю, что там она как-то будет конкретно отличаться, что там все будет по-новому, что там все будет другое. Смотрите, Луганск есть. Может быть, кстати, вот это и будет здесь потом сделано. Прикиньте, она с югом еще соеба. Ой, да. Я думаю, будет интересный ролик, ребята. В общем-то, если вы не хотите его пропустить, то обязательно на канал, ребята, подписывайтесь. Нажимайте на лайк, нажимайте на колокольчик. Это очень помогает каналу в продвижениях. Вроде бы простые манипуляции, которые не требуют абсолютно от вас никаких усилий. Но канал благодаря этому развивается. И сейчас у нас, кстати, уже на канале 95 тысяч подписчиков. Так что, ребят, спасибо вам всем от души, от братского сердца. Спасибо огромное, что продолжаете смотреть. Продолжаете поддерживать меня, ругать в комментариях. Ну и, в общем-то, так или иначе участвовать в жизни канала. Все, друзья, пока-пока. Увидимся в следующей серии.